Это обслуживает, вторая перевозка делает. Вот, ребята, повезла по Брамовску-Баницу. В этом мониторе Людмила Лаптева следит за работой каждой машины скорой помощи. Связала свою жизнь со спасением людей аж 50 лет назад. Важный человек, который связывает больного и скорую помощь, признается, до сегодняшнего дня работать было сложнее. Ну вот связь, допустим, это была проблема номер один у нас. Потому что или номер телефона спутают, могут спутать адрес и проверить негде. Вот это, конечно, большое навигация. Я вижу, где у меня какая бригада находится. Теперь Людмила Лаптева, как и ее коллеги, нарадоваться не может новому просторному кабинету с современным оборудованием. Во-первых, у нас очень хорошо сейчас с телефонами, нет проблем там. Вызов есть и номер телефона выходит. Если тебе нужно проверить, я могу бригаду вот любую назвать, пятую, допустим, надо им номер. Не открыли им дверь, я позвонила. Маленький душный кабинет. Здесь работники скорой сидели, можно сказать, на головах друг друга. Так тут было еще недавно. И, конечно, работать в таких условиях было невозможно. Как говорит глава скорой Михаил Николов, диспетчеры скорой помощи – это ее сердце, ее мотор. И теперь у этого сердечка есть все условия для эффективной работы. В прошлом году было принято решение обновить диспетчерскую скорой помощи. Ведь наша скорая помощь с 2015 года обслуживает не только Березняки, но и Усолье, Александровск, Гремячинск и Кизил. Сейчас, благодаря компанию «Уралкали» и благодаря депутату Силаеву Андрею Юрьевичу, нам удалось обновить ту диспетчерскую, новые технологии применить, те, которые сейчас доступны. Есть GPS-слежение за автомобилями скорой помощи. То есть мы можем увидеть, где они находятся в данный момент, чтобы при необходимости можно было быстро направить близлежащую бригаду к месту экстренного вызова. По инициативе депутата законодательного собрания, директора по безопасности ПАО «Уралкали» Андрея Силаева при поддержке компании «Уралкали» на станции скорой помощи закуплено новое современное оборудование. Компьютеры, мониторы, IP-телефония, установлены новые системы видеонаблюдения и диспетчеризация. Мы сделали более комфортными рабочие места для сотрудников. Надеюсь, что это им очень понравится и повысит их, как бы, создаст комфортные условия, тем самым повысит их производительность. Вот, все это, как бы, большой шаг на сегодня. Я считаю, что то, что сделано здесь сегодня, руководством скорой помощи и нами, это большое дело. Действительно, большое дело. Ведь оперативная и бесперебойная работа диспетчера должна облегчить работу сотрудников скорой помощи. Валерия Галакова, Никита Игнатьев. Наши новости.